продолжаем рассматривать блендер 2 и 8 что тут интересного в плане именно болванок для тела да давайте погнали уберем баннер делаю щелчок кнопкой мыши на экране на свободном поле вот такой куб давайте его удалим пока длить на клавиатуре используя нампад можно вот переключаться разными ракурсами семерка на 7 8 9 5 по осям короче штука прикольная нажимайте смотрите ну и теперь нажмем add и нажмем image image preference выберем где вот эти ракурсы load жмем загружаем вот такой вот ракурс нажимаем rz 90 rx 90 вот теперь точно пропали rx по иксу ну и теперь можем transform нажать и вот это все дело приподнять так и теперь все это дело вот так вот отвести в бок поставить чтобы вот это вот ось y зеленая была между ног вот так снимаем выделение щелчок левой кнопкой мыши зажимаем колесико все это дело вертим крутим смотрим опять же add опять же image опять же преференции и выбираем второй ракурс load reference image вот такая штука попробуем его теперь перекрутить rz 90 чуть-чуть не докрутила но добавим преференции трансформом пардон все это дело отводим все это дело приподнимаем увеличиваем приподнимаем и немножко подгоняем где-то ну вот сюда или ставим чтобы вот именно он стоял теряна оси именно x вот так посередке пятками вот такая штука немножко на нанпаде посмотрим ракурсы как все это дело стоит вот так немножко еще можно подключить колесико зажимаем все вроде установлено вот такая штука так немножко это все дело еще уменьшим вот так и немножко приподнимем вот до таких пор чтобы именно состыковать ноги чтобы вот эти части вот ноги были хотя бы на одном уровне так теперь select box нажимаем щелчок снимаем выделение смотрим что да как вот эту картинку еще надо немножко сделать побольше вот таким вот образом и немножко ее здесь можно за крестик припустить подровнять подогнать ну вот так вот где-то следом заходим в это mesh cube нажимаем cube нажимаем с английскую все это делать чуть-чуть уменьшаем и чтобы это все дело можно было приподнять можно использовать G и вот так вот его приподнять ctrl z также можно опять же использовать трансформ мне кстати с ним удобнее после the brush и вот так все это дело здесь подогнать нажимаем с уменьшаем подгоняем по тазу немножко опять же приподнимаем дело немножко муторное вот так вот select box табуляция переходим в edit mode нажав опять же табуляцию ну включаем теперь show x-ray или z переключаемся в airframe чтобы было прозрачно все колесико зажимаем вертим крутим щелчок снимаем выделение и теперь попробуем выбрать вершины и вот так все это дело выбираем ну и можно опять же трансформом вытянуть transform и немножко вот так все это делать до плеч поднимаем получилась вот такая заготовочка теперь можно добавить лупы это вот здесь луп кат опять же ведем по ребрам задерживая зажимая левую кнопку мыши и отмечаем вот подмышки отмечаем здесь вот талию вот таким вот образом ну и здесь можно еще одну добавить зажатый shift и зажатая мышка двигает именно всю картинку вот эту все поле можно вот теперь все это дело вот так вот выравниваем нажимаем с и вот так все это уменьшаем снимаем выделение так select box снимаем вот это вот выделение с луп кат щелчок левой кнопкой мыши по экрану и теперь нажимаем нажимаем B выделяем вот эти вершины опять же можно нажать S и немножко вот так все это дело уменьшить снимаем выделение вот так вот опять же B опять же выделяем вершины и немножко их можно приподнять опять же transform чуть чуть вверху вот так select box щелчок выделяем теперь опять же B вот эти вершины используем клавишу G и вот так все это опять щелчок опять B опять G опять G вот так все это делаем потихоньку моделируем опять щелчок опять B выделяем вершины опять нажимаем G вот так вот выделяем теперь B вот эти вершины и немножко можно их опять поводить вот такая штука получается немножко их можно опустить вниз трансформом и опять же B вот эту часть можно выделить немножко немножко приподнять вот такая получается штукенция ну когда вы все это дело отмоделировали переходите на этот ракурс вот так вот вот так все это выделяем опять же все это подтягиваем щелчок левой кнопки мыши B опять все это дело подтягиваем опять B вот эту часть вытягиваем вот так вот опять же нажимаем B вот так выделяем вот так выводим ну и вот так вот опять же B чуть-чуть опускаем и немножко уводим вот сюда вот такой долгий процесс также намечаем здесь вот где будут ноги все это дело опять выравниваем находим опять же loop cut зажимаем передвигаем и зажимаем опять передвигаем вот сюда этот loop снимаем select box выделяем полигоны нажимаем вот этот ставим теперь его вот так вот боком вот таким вот образом нажимаем E немножко вытягиваем вот сюда переворачиваем снимаем выделение опять же нажимаем на полигон и опять же E чуть-чуть его экстрадируем теперь можно использовать трансформ и вот так все это дело вниз опустить опять же жмем E чуть-чуть экстрадируем и опять же опускаем вот такая получается штука мы ее можем также уводить приподнимать словом корректировать также можем добавлять select box так и loop cut добавлять здесь вот лупы select box выделять или вершины или ребра опять же B выделяем и можно использовать клавишу G и вот так все это дело корректировать B выделяем ребра опять же G и вот так все это дело корректируем B G вводим подгоняем вот так вот и тут вот состыковываем смотрим что да как если надо опускаем ниже ну словом вот такой вот процесс нажимаем теперь табуляцию переходим в object mode Z solid отключаем стол x-ray и получается вот такая болванка теперь заходим modifiers add modifiers и можно нажать subdivision surface вот это вот вот вы видите что все уплотняется добавить можно еще детализации и вот получается вот такая заготовка вот так она выглядит и уже по ней потом можно переключиться в скульптинг и в скульптинге уже можно по ней лепить использую опять же кисти вот эти вот эти разные опять же F прибавляет размер пера вот так а вот здесь вот можно регулировать сила нажатия размер пера и вот такая штука и здесь можем уже с ней работать вытягивать где-то что-то добавлять вот вот такая получается прикольная прикольный процесс моделирования вот так F побольше где-то что-то приподнять где-то что-то уплотнить где-то что-то увести и вытянуть ну вот такая вот каком-то вот это болваночка вот так принцип вот в таком духе состоит также можно вернуться в моделинг и в вот этот также здесь опять же add modifier mirror и вот вы видите что все отзеркалено все прикольно все вот так вот работает и вот теперь можно с этим делом уже заняться вплотную но это процесс лично для меня очень долговатый но прикольный интересный так файл new general не сохраняем ну еще один способ давайте рассмотрим заходим табуляция куб преобразуем куб нажимаем alt m нажимаем в центре или курсор коллапс в центре нажимаем ну и погнали экстрадировать экстрадировать вот так далёсеньком уменьшаем опять же e e вот так снимаем выделение с вершины нажимаем на вершину опять же жмём e e нажимаем на вершину нажимаем e e и разными боками снимаем выделение опять же e вот так всё это дело делаем и заходим теперь всё это дело выделяем в b и заходим теперь опять же в modifiers add modifiers и жмём скин и получается вот такая заготовка теперь заходим жмём add modifier жмём сабдивизии вот такая штука и можно теперь зайти именно в скульптинг и здесь в скульптинге уже вот это дело корректировать вот теперь мы можем работать с мышем вытягивать подтягивать долепливать где-то его корректировать ну вот такая штука получается здесь вот колено типа нога её можно чуть в бок вытянуть вот так долепить поправить ну вот такой уже может получиться гражданин так зайдём теперь файл new general не сохранять куб delete и давайте файл так импорт формат ops рабочий стол и подгрузим именно болванки the brush импорт вот такие вот болванки уже есть в the brush их там можно наделать очень большое количество и уже с ними можно работать еще одну можно болванку посмотреть импорт опш ну вот это ну вот такие варианты есть именно по болванкам в блендер также болванки можно брать с make hammer программы делать их в the brush закидывать сюда и если кому-то здесь комфортно лепить то можно переходить в скульптинг и уже здесь полностью делать модель лично мое мнение что блендер для скульптинга не очень вот после the brush мне он не очень нравится именно весь процесс лепки вот это немного есть тут сбои у меня может потому что ноут не подтягивает до конца надо не знаю кто знает подскажите что да как все всем пока до свидания ролики по the brush по болванкам оставлю под этим видео сравните посмотрите